Всем привет, это Евгений. И сейчас я нахожусь на основной производственной площадке компании Связь Трудеталь, расположенной по адресу улицы Южнопортовая, 7А. И сегодняшнее видео будет посвящено нашей инновационной спиральной трубе SSD Pipe. В предыдущем видеоролике я достаточно подробно рассказал о преимуществах и главных особенностях этой трубы. Обязательно посмотрите этот ролик, чтобы вы понимали, почему при стерилизации кабельной канализации нужно использовать именно трубу SSD Pipe. Ссылка на ролик есть в описании. В том видеоролике я обещал рассказать и показать, как осуществляется протяжка кабеля в этой трубе. И сегодня мы сдерживаем обещание и докажем, что действительно несложно. И на практике покажем, что в трубе SSD Pipe можно протянуть аж 22 кабеля без всяких проблем. Ну что, поехали! Во-первых, я должен сказать, что труба SSD Pipe поставляется в двух вариантах. И первый вариант – это бухта трубы SSD Pipe, в которой уже есть протяжка. Вот, посмотрите, как она выглядит. Это просто стальная проволока, концы которой выступают с двух сторон бухты. Такая протяжка позволяет протянуть кабель или устройство музыка в трубе сразу, без каких-либо дополнительных манипуляций и подготовки. Второй вариант поставки трубы SSD Pipe – это просто бухты трубы, в которой нет протяжки. Если вы зайдете на сайт SSD, то вы обнаружите оба варианта трубы в продаже и с протяжкой, и без нее. Вначале нам нужно построить кабель-канал. Мы взяли вот эти три бухты трубы SSD Pipe с внешним диаметром 125 миллиметров и внутренним диаметром 100 миллиметров и длиной 48 метров каждая. Для эксперимента объединим эти бухты в трассу общей длиной почти 100 метров. А для этого нам понадобятся вот такие вот соединители муфты. Ну что, давайте уже приступать! Субтитры создавал DimaTorzok Все, трасса готова. Но так как мы ее проложили, на самом деле строить нельзя. В руководстве по строительству сооружений связи указано, что канализация должна прокладываться строго, в плане и профиле ровно, а любой поворот должен реализовываться только через смотровое устройство. Но мы-то знаем правду, и вы знаете, как у нас все строится. Поэтому мы специально не делали трассу прямой, а постарались приблизиться к условиям реального строительства. А в реальном строительстве можно встретить все, что угодно. Например, вот эти изгибы имитируют подъемы трубы. Такие подъемы в реальном строительстве возникают, когда труба в траншее лежит ниже, а в стенку колодца труба входит на другом уровне, несколько выше. А вот этот большой полукруглый загиб имитирует изгиб трассы, когда нам нужно обойти какое-то неожиданное, непредвиденное препятствие. Например, теплотрассу или деревья и кустарники, которые очень сложно вырубить и которые потом очень сложно посадить. Поэтому и мы имитируем трассу с изгибами и поворотами. Перед тем, как тянуть кабель, организация, эксплуатирующая новый кабель-канал, должна убедиться, что канализация построена правильно и нет разрывов от колодца до колодца, что у канала хорошая проходимость и кабель можно будет свободно протянуть. Для такой проверки используют вот такой пробный цилиндр, который крепится к проволоке и протягивается по всем кабель-каналам вводимую в эксплуатацию. Такой цилиндр у нас на предприятии выпускается в нескольких диаметрах и доступен для заказа на нашем сайте. Мы будем использовать кабель диаметром 10,6 мм. И если делать все по всем правилам, то нужно делать в следующей последовательности. Сначала протягиваем стеклопруток, к стеклопрутку крепится проволока или стальной канат. Протягиваем проволоку и только потом уже к проволоке крепится и протягивается кабель. Так нужно делать, чтобы не изнашивать стеклопруток повышенной нагрузкой. Если кабель, например, очень тяжелый, а стеклопруток не очень качественный, то можно даже повредить сам стеклопруток. Но мы для протяжки будем использовать УЗК производства связь Турдеталь, а это очень классный УЗК, в котором используется качественный стеклопруток повышенной прочности и кабель будем крепить сразу стеклопрутку чтобы ускорить работу ну вы же знаете так делают достаточно часто ну что давайте уже приступим к протяжке кабеля а Продолжение следует... Все, поехали! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...